Чтобы повернуть оконную задвижку маленькой ручки нужно всего несколько секунд. Еще секунда, чтобы из окна выпасть. И тогда все зависит только от счастливой случайности. 9 июля. Улица Печорская. Из окна пятиэтажного дома выпал 4-летний малыш. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. 6 июля. Улица Надибаидзе. Второй этаж. Ребенок выпал из окна. Он громко плакал, потом встал. И это только последние случаи. Летом детский травматизм из-за родительского недосмотра усиливается в разы. Большую опасность предоставляют москитные сетки. Ребенок видит перед собой некое препятствие, уверенно опирается. Это может повлечь выпадение из окна. Вместе с этой москитной сеткой, которая не выдержит веса даже самого маленького годовалого ребенка. Ни в коем случае не оставляйте малыша одного в квартире. Зачастую, испытывая страх, ребенок бежит к открытому окну, либо на балкон, чтобы увидеть своих родителей. Аномальная жара в Приморье не действует на жителей положительно. И это влияет на количество происшествий, особенно связанных с детьми. 8 июля. Поселок Преображение. Трехлетний малыш за 10 минут исчез из поля зрения мамы. Ребенка искали все выходные. Малыш утонул. Мы знаем о том, что при повышении температуры у нас падает атмосферное давление. У нас повышается, уменьшается количество кислорода. И отсюда мы понимаем, что как любая гипоксия, она будет вызывать невнимательность, рассеянность, перепады настроения. Особо это будет тяжело нашим пациентам, у кого нарушение сердечно-сосудистой системы. Количество аварий на дорогах Владивостока только за выходные превышает любые нормальные показатели – 91 ДТП и 22 пострадавших. Общий фон, который у нас сейчас идет, температура от 35 до 40 градусов в некоторых районах нашего края до перепадов, оно автоматически вызывает вот такую невнимательность, которую мы видим на дорогах или трагедии, которые происходят у нас с детьми, падение за кошкой и так далее. Жара, перепады давления и связанные с ними магнитные бури плохо влияют на приморцев, ослабляют бдительность родителей, повышают риск попасть в ДТП. Первое действие геомагнитного поля мы испытали 7 июля, следующее – 14. Будьте внимательны к своему здоровью и берегите близких. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.